И ты, небызорка, починаешь дарить свое светло и наткнять новоколье, а твои жадания плославляют не обесы, наружается мастарство. В Минске состоялся галоконцерт фестиваля народного творчества Сузорье. В нем приняли участие более 30 коллективов – декоративно-прикладное мастерство, ансамбли, хореографическое и театральное отделение, а также батлейка. Это нас объединяет где-то народные традиции, и в год народного объединения это, наверное, очень важно, что мы сегодня проводим такой этап. Поэтому я скажу так, что пока мы помним то, что делают наши предки, пока мы живем вот этим, мы существуем как нации, как белорусы, поэтому это очень важно. Это именные работы. Вышивали дети. Каждый к своему имени, каждая девочка подбирала орнамент. Ведь орнамент нам достался от наших предков наследия. И каждый символ что-то обозначает. В каждом рисуночке где-то любовь, где-то желание иметь крепкую семью, достаток в доме. Рукоделие, оно преодолевает здоровье. Работают руки, работает мозг. Помогает рукоделие чем хорошо для женщины? Она сохраняет женское начало. Она растить может себе любовь. Разразнены поколения. И вот это разное поколение у нас в студии занимались. И это тоже очень объединяет. Я-то тоже видела, что это все работает положительно. Вот. Это своего рода семья. В этом году, в 2020-2021 год, у нас принимало участие 74 коллектива. Из них по направлениям народное творчество, эстрадное творчество, вокальное и академическое хоровое пение. И что радует, что большую популярность обаевывают академические детские коллективы. И в репертуаре каждого коллектива, взрослого и детского, очень много хорошей белорусской музыки. И это отравно. Это и музыка народная в аранжировках разных наших талантливых людей. Талантливейших белорусских композиторов и белорусских наших авторов. Дети с удовольствием это исполняют. Я вижу, что любовь к хоровому детскому искусству растет. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok